Весь из полей Ямку выкопал Дело в чем Почему здесь Вот сюда глянем Вот почему здесь Такая быстрая Здесь склон Когда есть склон Холм он как бы Не совсем обязательный Корневая шейка и основание штамба Крепкое это не абрикос И получается так что Я показываю что вместо огромной Дикой тяжелейшей работы Представить выкопать яму метр на метр Вот когда у вас Ксад закладывается Получается я прикидывал В фильмах есть Я уже распинал их Уже издевался над ними Я уже высмеивал их Тут целый грузовик Щебня грузовик Это сам Это только основные компоненты Битого кирпича Представляете Оно дерево всю жизнь прожило Ну как всю жизнь Миллионные лет Миллиарды Она не знала что Она не может жить Пока вы Дно кирпичом не устелите Железом Металлом Не выстелите Вот Доломитовой мукой Не засыпьте Песком Перегноем Весь набор минеральных удобрений Вот такую яму Я фильм видел Привожу Ссылку давали Где-то часа полтора Одну Садили А вот так Все руками Хлопнули И пошли вторую садить Господи Ну понятно Вы на этом фильме Заработали А люди то в чем Виноваты И где взять По самосвалу Всего этого Чтобы заложить сад Смотрим сюда Вот Ну скажите Че у тебя такой Железов Хиленький Этот Саженец А то вот Полтора Два метра Ну Вот хиленький Потому что Начало пути Сейчас Это Привил Ткнул Пошла Дальше видно будет Спросите Что это Такое Вот Я сходу Не скажу Вырастет Посмотрим И получилось Это уже Учеба Обрезка Видели И сюда Так как я Все таки Он видишь Он повыше Чем уровень земли Чем уровень почвы Я сюда добавил Еще Ведро Песку Вокруг Обсыпал Песку земли Сделал сильную обрезку И наконец Получил садить Вот такой вот О Вспомнил Это черный абрикос Почему бирки нет Потому что Я их и так узнаю Вот он Пожалуйста Вот Это и есть Моя Быстрая посадка Некогда Ямку копнули Но все равно Вот этот холл Все таки Он выше уровня Где-то сантиметров на 10 И холл все равно У меня получился Вот Все таки холл у меня есть Ну и плюс Склон Для черного абрикоса Он Очень подозрительно Больше лучу напоминает Но не я придумал Такое красивое название Черный абрикос Это Наука Презумевает Гибрид Но этот гибрид Не выплевает Поэтому я Огромный холл Не делал Я сэкономил Время И сегодня Вот Ой кстати Всего Неделю назад Я снял бутылку Сделал фотографию Вот это Рядом Растет абрикос Спит Спит И дальше Просыпаться Под бутылкой Просылся А сейчас бутылку Убрал окончательно За неделю Побеги Уже со спичку То есть Еще раз Пропагандирую Свою систему Накрываем Бутылкой Процессы Идут Быстрее Вот И К осени Возревание Полнее Где-то Экономится Месяц Потому что Нормально И Лунные календари Они дебильные Вас научат И в мае Привейте В июне Так А Даже если Вовремя Все делать Все таки Отставание идет Тут же рядом растет дерево Которое Никто не мешает Расти Да И вот У него Вроде бы Вовремя Входит В это В просыпание Нет Надо Чтобы чуть ли Пережали Все таки Когда мы Имеем ввиду С новыми Детами Сортами Прошу прощения Я никогда Не подболил Слушаю вас Добрый день Это у вас Я вас перебью Знаете Почему Я провожу вебинар Сейчас меня слушает Коллектив Моих учеников И друзей Можно мы поговорим Завтра уже Потому что Закончится поздно Я в Сибири А у вас У вас уже 11 Где вас Черт занес Наверное На Дальний Восток В Якутии Так Знаете Что Сейчас вы скажете Якутия потеплела Что вы живете На самом юге Я уже это проходил Но у нас У нас У нас тает В июне Вот И после моих советов У вас будут Эти 100 граммов абрикос Все до завтра Давайте пока Вот так Знаете Разговор с ней Займет Не меньше часа Я не буду Отговаривать Жаль что Это Ой А почему бы Нет Ну отвлекаться тоже нельзя Что бы я и сказал Вам нужны Сказать белки Вот Вам нужно То что Успеет вызвать Вам нужно То что Не боится мороза Вам нужны Скромненькие Такие Скромненькие Ну и дальше Я уже Вам это Сто раз Рассказывал И то Никакой надежды Вот тут Алексей прав Вот Тут Скорее Отговаривать надо Так Сергей Валерьевич Своему родственнику Собрал И повезет В Абазу Вот Ну Родственники С тех Кто Сами понимаете Это так же Как бы сказать Так Категория людей Нам побольше Постарше Быстрее Законодоносило Бы Ну вот Он это и получит Хотя я Все тот же сторонник Лучше бы Ну опять же Я не могу никого Убедить Однолетка лучше И приживется лучше И потом обгонит Ну что есть То есть Это родственнику Что будет То будет Вот это Мне прислали Из Брянской области Мезинов Олег Олегович Мы с ним Несколько Знакомы Знаете Как мы познакомились Вот я Раскритиковал Потому что Мне книгу Подарили Вот Ведущий человек Через Неводы России Вот Брянский Есть институт Он там был Он уже Как бы Мой ученик Он уже Ну если Вот Помните Как тот Это Не ходи Не дружи Там с Васей Он тебя научит Плохому Помните Это Известный Очень Этот самый Фильм Яролаш Вот То что он там Увидел Его привело В ужас В шок Естественно Что все попытки Что-то там Пойметь У них То есть Это уже Я скажу Наводите порядок Знаете Это Ой Кто из вас Помнит Белые одежды Популярнейшая книга Среди вас много интеллигентов Дудинца Белая одежда Там Человек Очень похожий Персонаж Очень похожий На Лысенко С Своим Помощником Очень похожим На вот На меня нет У меня возраст Не тот На молодой Очень Умный Толковый Ученый Вот Похожий Очень на Вот эту Нашу Елену Сергеевну Замминистра Вот бы Она там Этот Винсер Лепина бы Съездила И вообще По инсу Это бы Проехало Вот как там Они ходили И разгоняли Этих самых Ученых Потому что Чего там только Они не увидели Это по книге Ну Дудинца Наверное Писал Писал книгу С натуры Вот И вот Нашу Елену Сергеевну Новый Замминистр Министр Науки Это Политик И финансист Попробуйте Умирающую науку Прокормить Хоть остатки Я понимаю Ему не до новых сортов А вот Для Ирины Сергеевны Это самое то было бы Показать себя Вот Но если Она Будучи на Высочайшей Должности Высочайшей Так Помните я там еще Ее Предыдущую должность Зачитывал Там язык не Повариваю Сломать можно Чем она занималась Да Если на этой Высочайшей должности Она не прочитала Белая одежда Дудинцева Кстати я прочитал Вот То она Вообще Случайный там Человек Или вот Сейчас она посмотрит Фильм И скажет Обязательно Прочитаю И с этого Начну Потому что Ей потом Идти по пути Этого молодого Человека Пусть он Наверное Выдуманный персонаж Знаете Когда он спасал Это новый сорт Картофеля Картофель Это второй хлеб Правильно Потом Дудинцев получал Письма от людей Которые Подприняли Все Что живьем Что это было Что он даже От КГБшников Спасать Приходилось Этот сорт Вот И они так переживали Особенно Старики Ну как же Все таки Этот сорт Спасли или нет Книги Кончаются Конкретные даты А дальше Что Так и тут Ребята Если бы Это С одной стороны Навести порядок В институтах Невозможно В этих Почему Потому что За ту нищенскую зарплату Хрена не работать будут Это тоже принцип Мы делаем вид Что платим А не что работают То есть Я боюсь Все останется Как было А потом Теберязвика Которая занимает Место Непонятно Почему Результатов Я не вижу Я Результатов Не вижу Но То место Стоит Миллиарды Рублей На котором Она расположена Вот И найдут Повод закрыть Даже то Что я проник На расклад Достаточно Чтобы закрыть Эту лавочку А вот Перестроить Ее Насытить Ее Сортами От нас Любителей Ладно Размечтался Ну Что Сделало Это Вот Это Саженец Сергея Железова Он Растет Брянский А знаете Почему Я Показываю Вот Олег Олег Олегович Он Шофер Он ездит По всей России Насмотрелся Вот Он Как раз То Что должна Была Видеть Вот Это Новый Руководитель Новый Руководитель Фольков И Вот Эта Дама Милая Девушка А он Все это Видел Сыну Глазами Он Сравнивает А соседи Ему Добят Говорят Он Когда Купил Саженец Они Вертели У ИСК Вот Так И Говорили Ну Жди Десять Лет Вот Вам Десять Лет Прошу Прощения Железово На Проводе Нет Я Сейчас Провожу Я Хочу Извиниться Перед Вами Я Провожу Вебинар Меня Слушает Много Завтра Да Пожалуйста Я Никогда Ни в Кого Не Будем Завтра Говорить Да Ой Нет Сейчас Скажу Да Можно В это Время Ну Пока Извините Так Ну Что Дальше Пойдем Значит У Соседей Он Удивил Этот Саженец Был Посажен Купленом Сергея Железова В прошлом Году Вот Он И Результат Это Еще Не Это Не Триумф Возможно Все Это Отвалится И Это Нормально Вот Сажен Уже Окрепнуть Один Из моих Постулатов Который Полностью Еще один Сто процентов Елена Сергеевна Послушайте Раньше Говорила Александровна Но Она Сейчас Экзамены Сдает Я не до этого Сейчас Елена Сергеевна Обращаемся Которая Удалось Из грязи Князю Попасть Вот Один из Важнейших Моих Постулатов У дерева Должно Быть Детство Чем Позже Вступит По отношения Тем Она Будет Вторее Позже Не Раньше С помощью Калечения Помните Перевод Веток С этих Ростовых На Плодносящие Дурь Дикость И Предательство Чем Позже Начнет Плодоносить Тем Она Будет Здоровее И Даст Наибольш Максимально Наибольший Урожай Вот Это Вот Елена Сергеевна Почему Потому Что Представляете Даже Достаточно Вот Как Алексей Алексей Который Вышил Письмо Мы начали Сердитая Каждому Объясните Ага Я физически Не могу Что Подвой Может С плевой Быть Несовместимым Вот Так Вот Представляете Вы Вот Это Проводите Заседание Приехали В институт Сидит Аудитория Доктора Такие Седовласы Все в наградах Все в этих самых Нет Не в наградах Награды Не дают Этим Ну дают Хотя бы Звание Все почетные Звания Вот Нищенских Прибавками К зарплате Да Добавками И вы им говорите А вы знаете Вот Деревья Чем позже Субтит Плодношения Тем лучше Вот я Я считаю Что Поменьше К ним Секатарам Подходите Потому что Вы Исказаете Всю картину Но если У вас будет Отдельная Деревья Где вы будете Специально Деревья 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 Искалечили Получили При меньшем Скелете Меньше Как бы сказать Размера скелета Больше плоды Вот Это годится На один год Чтобы Так сказать Получить Очередную звездочку Но в целом Вы уменьшили Морозостойкость Деревья И оно Скорее всего Погибнет Результат Будет Смазан Тогда Просто Потерпите Пару лет Когда Без этих Без обрезок На кольцо Без искусственных Крон Дерево Просто Заплодоносит Вот это И будет Истинно Такое И будет Вот Господа Ученые Вот А эти Ученые Будут сидеть Знаете Как за Путиным Сидят Записывают Он говорит Воровать нельзя Это не шутки Это высмеяли Уже тысячу раз А они все равно пишут Когда он говорит Воровать нельзя Кто хочет воровать Пусть идет бизнес Я не шучу Так было А половина зала Записывает То есть Они оказывается Не знали этого Просто Не в курсе были Что воровать нельзя А сейчас записали Воровать не будут Так вот Представляете Вы сидите А сидоласы Ученые С удивлением Пишут Что Чтобы обеспечить Максимальное здоровье Не надо Приближать Искусственно Это самое Подношение Вот так друзья Видите Как навеяла Вот эта вот фотография Это одна Вот Это Это самое От Олега Меденова Из Братской области Вторая И наконец Жердель Жердель говорит Как он Тоже в прошлом году Посажено Прет говорит Ну-ка Я говорю правильно Тут уже осталось До Херстанской области Где я живу А где вы От Братской До Херстанской области Несколько раз ближе Почему там Жерделя бы нет Ну он-то не дурак Он теперь будет иметь Плоды Не крупные Двадцатиграммовые Ну еще Я не знаю до сих пор У меня Прошли годы Мне нет Мне нет ни одного Потомка Который бы дал Плоды Из косточки От косточки Жерделя А уже Само дерево Я же Жердель Привез Украины Веточки Привил на Маджурца Тот дикарь Тот дикарь А конкурс По вкусу С кислинкой Оказывается Людям больше нравится Чем мои Слычавые Королевские Конкурс Выиграл Жердель Это что дикарь Если он первое место Не по сладости Заметьте А по вкусу А еще знаете Я вот все время Вынужден делиться С вами Потому что я живу В каком-то Зазеркале Олег Константинович Я у вас Приобрету Ну я не помню Речь о цармцах Или кострах Или черенках Я приобрету Пожалуйста Вот у вас каталог Вот у вас Название сортов Там их 40 или 50 Пожалуйста Развернутую Характеристику Каждого Сорта И каждого Плода Некоторые иногда Звонят Говорят Это говорят Институт Я говорю Нет Это частная Лавочка Или некоторые говорят Это хозяйство У вас нет Представительства В Вологде В Москве Ну чтобы людям Ехать Далеко Они там Действительно Ну когда человек Мне говорит Развернутую Характеристику А у меня вся характеристика Когда мне не мог продать Шелковицу Знаете что я говорю Мне опять говорят А какой вкус А Сибирь А я же за Сибирь не вылазил Интернета не было А я ее вырастил А Сибирь А какой вкус Шелковица Я говорю Сващие поцелуя Чего Я говорю Сващие поцелуя Вы когда-нибудь Целовались Да Правда Человек вспоминает Поцелуй Может первый Вот так вот А у меня Характеристику А у меня Жердель Вот Его мама Или папа Мама Выиграла конкурс Я о нем рассказывал Стыдно повторяться Когда столько человек участвовало И сказали что Нет не слаще королевского Вкуснее королевского И что я должен это Я же вынужден Как писать Вы же знаете Волосная вещь Она кислая Она в природе У нас уже Леса покрывается Этой волосной вещь Я фотографию показывал Отъехал За город Там килограмм 3-5 Вон она растет Ну кто-то наплевал Вот Она кислая Ну какой-то А не какой-то Отбор сделал Получил сладкую кислую Привил на нее персик Получил чисто сладкую Леонид Александровна Подтвердите Ну Тогда вас привез ко мне Александр Петрович В гости Откуда вы про меня Узнали лет 5 назад Да Вот И что получается Получается что Вкус понятия Настолько Разное И люди разные И все Вот И вот эти жердели А кстати Ниже у меня будет Во Во Все ребята Еще Год Они уже пересажены Ну Догадались Два Раза Чтобы не росли И опять Это Брянск Это Брянск И стоят они рублей Он уже снижал цену До 200 И до 300 Вот Сейчас не знаю Сколько Короче опять все пойдет Еще раз под топор И это в нашей России Где Вот Только вот это вот то есть Я еще ниже покажу Которые умрут со 100% Так Я на кухне Разговорился Может вам интересно Может нет Вот Ну по крайней мере Это реальный сад Я сейчас Щеку себя Плесну До кофе И вернусь Три минутки Первых Я заработал Три минутки Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Черенки привезенные от Боднера Бориса... Продолжение следует... 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 то есть я их разделяю только по размеру плодов плоды ценные качественные очень вкусно это тот самый лесной орех как его многие называют культурная форма считается фундук а это плещины называю словно фундук когда садишь культурную форму из 4 2 3 обязательно будут помельче то есть возвращать дикую форму и вот это он один год мы не обращали внимание косточки падали мы не видели мы же прикупили участок ходим мимо в этом году вот он в этом году помощник Сергея выкопал вот столько их это все вот тут вот они то есть косточки порастали как видите прекрасно порастает и у него сразу получилось целая грядка вот пожалуйста садит прям горшки сразу видите вот сколько накопал вот так что теперь еще и продавать будут саженцы годятся они до сибири догадайтесь сами плодоносит один без соседей вот тот самый этот который привез украины как привил две почки пошли так еще две почки почему урожай предельный был двадцать три ведра ну не каждый год но был тот самый урожай когда дегустация проходила потом все собрать мы не один год не могли сходили под косу ну вот тут я пожалел видите там кого-нибудь продам тут 2 растет это самая ценная вещь на свете то есть если любая косточка превращается саженец после сертификации это назовем куба то есть которые сами вылезли сами смогли вот это самое ценное ваулин помните я рассказал я его такой самосев продал но они были размером вот такие вот такие вот вот я его выслал самосев из-под манджорский его слова все сладкие все живы вот и еще последний раз на сегодня возвращаюсь письмо алексея алексея чаще всего речь идет абрикоса это чаще чем персики даже черешня вот почему потому что очень капризнат культуры вот у меня кто-то выписал косточки или манджурцы саженцы а потом решил привать но не прижилась да и чертим вспомните мажерина александра питомники большой сад из одного саженца единственного с него все пошло я же мажерина не придумал фильм вот он сидит рядом смотрит в глаза виталерик у меня неудобно ты же выдающийся дело сделал ты же новичок